Друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! Ну кто из нас не любит ароматные румяные пироги? Сегодня как раз такой рецепт. Несмотря на то, что пирог не содержит в себе много яиц и масла, он получается очень вкусным и сдобным. Особую прелесть пирогу придает внешний вид, в виде цветка. В качестве начинки подойдет любой наполнитель, а список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Итак, в миску раскрошила свежие дрожжи, добавляю столовую ложку сахара и несколько столовых ложек муки от общего количества. Наливаю кефир комнатной температуры, подойдет также простокваша или молоко. Хорошенько размешаю, накрою и оставлю в теплом месте минут на 20-25. В готовую опару добавляю оставшийся сахар, его берите по вкусу, а также соль и ванильный сахар, растопленное и остывшее сливочное масло и целое яйцо плюс один белок, желток пойдет на смазывание пирога. Тщательно размешиваю и постепенно добавляя муку, замешу тесто. Сначала венчиком, насколько это возможно, а затем руками. Готовое тесто вымешиваю пару минут. Перекладываю тесто в миску, смазанную маслом, накрою и оставлю в теплом месте на полтора часа. Подошедшее тесто выкладываю на стол подпыленный мукой и обминаю. Затем разделю на две равные части, лучше это сделать при помощи весов. Одну часть пока отложу в сторону, накрою, а из другой раскатаю пласт. Толщина и диаметр лепешки на ваше усмотрение. Я делаю толщиной примерно 8-10 миллиметров. При помощи скалки перенесу на антипригарный коврик, на котором буду формировать пирог. Беру обычное блюдце, кладу на тесто посередине и совсем слегка придавливаю. Мне нужен просто контур. Кладу в этот круг так называемую словацкую стружку из яблок. Рецепт на нее я оставлю под видео. Можно взять любое повидло или густое варенье. Распределяю ее, немного не доходя до контура, таким образом, чтобы получился небольшой холмик. Таким же образом раскатываю вторую лепешку и при помощи скалки переношу ее на заготовку. Аккуратно расправляю тесто. Участок с начинкой накрываю блюдцем и слегка еще раз прижму. Для надежности можно еще прижать пальцем, чтобы части между собой хорошо соединились и начинка не вытекла. Режу круг следующим образом. Сначала на четыре части, затем каждую часть еще пополам и после этого получившиеся части еще пополам. До серединки стараюсь не дорезать. Беру по две полосочки и выкручиваю их на внешнюю сторону два раза, можно три. Концы слепляю и таким образом формирую остальные лепестки. Аккуратно перетаскиваю коврик с пирогом на противень, накрываю пленкой и дам постоять минут 30. После этого смазываю желтком разбавленным с двумя столовыми ложками воды или молока. Центральную часть пирога посыпаю маком, можно взять чищенные семечки или черный кунжут. Отправляю в духовку разогретую до 180 градусов. У меня пирог выпекается 30-35 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Посмотрите, каким он получается мягким, просто воздушным. Даю немного остыть. Пирог можно нарезать ножом, а можно поступать так же, как с отрывным пирогом. Посмотрите, какой нежный. Эти лепестки получаются как булочки. Они такие слоистые и мягкие-мягкие. Ну а серединка получается, как обычный пирог с начинкой. Помимо всего прочего, преимуществом этого пирога является интересный внешний вид. Он точно украсит собой любое чаепитие. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. И кстати, на моем канале уже есть пирог в виде цветка, но он формируется совсем по-другому. Ссылочку на него вы сейчас видите в правом верхнем углу. Смотрите на моем канале также и множество других интересных и вкусных рецептов. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!